МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свидетели и судьи. Близится ли к завершению судебный процесс? Вам сам обещал продление договора? Ну, это скупает, было все вместе. Три эпизода получения взятки и новый свидетель. Что еще выяснилось по делу? Посев ранних яровых культур в разгаре. Как идут весенние полевые работы? Сколько территорий уже засеяно? И в чем особенность этой весны, по мнению агрономов? Рокот космодрома, ледяная синева и движение первых. Космос больших достижений становится ближе. Красные береты и футболки. Как прошло открытие движения первых? Здравствуйте. В эфире новости Юго-Востока Татарстана. О самом важном и интересном расскажем прямо сейчас в студии Екатерина Машенцева. Партнер сегодняшнего выпуска – магазин инструментов «Амалия Инструмент». Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении главного архитектора Альметьевска. Ему предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений. В материалах дела есть отметки о трех эпизодах получения взятки и одна воспрепятствовании предпринимательской деятельности. На очередном заседании в городском суде побывал наш корреспондент. Сказать другими словами не хочется, но хотел бы сказать, что это было специально сделано. На этом заседании должны были опросить последнего из оставшихся свидетелей. Судебные тяжбы начались в начале февраля. Два эпизода, которые значатся в обвинительном акте, касаются магазина, который уже с десяток лет пытается стать торгово-сервисным центром. Создается ситуация из полков, что человек выдохся. Вот я, допустим, выдохся. Я когда начинал, мне 40 с лишним лет было, а сейчас мне уже 60. И я уже выдохся, мне эта стойка уже не нужна. Если сократить показания свидетеля, владельца того самого магазина, то можно сказать, что водить по кругам бюрократического ада его начали еще с 2013 года. В общей сложности главному архитектору вменили в вину получение взятки с владельцев торговой точки в 100 с лишним тысяч рублей. Вам сам СССР обещал продление договора о аренде? Ну это в КУПе, было все вместе, значит. Именно вопрос стоял. Вы обсуждали, что будет продлен договор о аренде? Если получат разрешение о строительстве, то будет автоматически... Нет. Это вы сами подразумевали. Или он говорил, что он поможет продлить договор? Мужчина с третьей попытки все-таки смог ответить утвердительно на вопрос суда. Взятку просили, я дал. Но после дачи показаний у гособвинителя возникли вопросы. Она сказала, что это все в процессе, и у меня будет разрешение на строительство. Восточный требовал подписать автоматизационную правду. Я спросил по поводу разрешения на строительство. Она ответила, что я в родном сдали. После этого через несколько лет я в целом автоматизационной правду. В деле фигурирует не только сам градостроитель, но и архитектурное бюро, оформленное на тесте подсудимого. Через эту фирму, по версии следствия, подсудимый пытался узаконить полученные незаконным путем деньги. В общей сложности за три эпизода следствие насчитало 569 тысяч рублей ущерба. Самой тяжкий из них подпадает под пункт В пятой части 290-й статьи Уголовного кодекса получения взятки в крупном размере. И предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. А сумма взятки в больше чем 400 тысяч рублей касается фирмы-застройщика. Судебный процесс далек от своего завершения. Сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении в суде изъятых в ходе обыска в исполкоме документов и проектных эскизов. Второе прошение касалось опроса еще одного свидетеля, который ранее не был заявлен ни одной из сторон. И пока участники распланировали заседание до первой половины мая. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. В Альметьевском районе на пожаре погиб мужчина. Накануне ночью в селе Камайс-Могилово загорелся дом. По прибытии первых пожарных подразделений огонь охватил всю площадь одноэтажного бревенчатого дома охраны фермы КРС. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В здании находился 48-летний мужчина. Его спасти не удалось. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. По этой же версии произошел пожар в Бугульминском районе. Пожарные спасли 62-летнего мужчину из горящей квартиры в поселке Карабаш. Его госпитализировали в местную больницу. С 17 апреля по 10 мая 2023 года на всей территории Татарстана вводится полный запрет на сжигание сухой травы. Об этом и не только говорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан. В режиме видеоконференции в нем участвовали все районы Республики. Запрет распространяется также на приготовление пищи на открытом огне в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах, граничащих с лесными участками. К обминам Республики 30 марта принято постановление об установлении на территории Республики особого противопожарного режима. Данным правым актом предусмотрен комплекс превенсивных мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты населенных пунктов. С начала этого года в Республике зафиксировано 370 фактов горения сухой травы и мусора. Больше всего случаев 77, отмечено в Нижнекамском районе. В Альметьевском таких возгораний – 32. В Заинске продолжается весенняя посевная. Аграрии приступили к севу ячменя. На сегодняшний день освоено более половины площадей. Тему продолжит Елена Маврина. Массовый насев ячменя аграрии Зайнского района вышли в минувшую субботу. Фермерские хозяйства на несколько дней раньше. В агрофирме «Восток» техника насевья ячменя работала на участках Нива, Багряшного, Спаск. Посев проводится посевным комплексом ДМС 1200 Амазон. По всей агрофирме у нас запланирован посев на площади 3058 гектаров. В этом году весна особенно осеять. Начали рано осев ячменя. Идет вместе с закладкой минеральных удобрений. Почва подготовлена качественно. Данные поля, вот ячменя, они входят в свекольный свекольный свекольный. Предшествий в них был у нас сахарный свекла. Агрофирма «Восток» полностью комплектована к весеннеполевым работам. Техникой, опытными механизаторами. Урожай ячменя ожидают не менее 50 центеров с гектара. Всего на сегодня в Заинском районе ячменем засеяно уже почти 6000 гектаров, что составляет 52%. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Это адрес нашего сайта, на котором вы найдете еще больше новостей. Если у вас есть интересная тема для нового выпуска, вы хотите рассказать о проблеме или оставить комментарий, пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Сделать это можно и в Телеграме через удобный чат-бот. Найти ссылку сможете на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Не приумножила, а потеряла. История незадачливого инвестора и его лже-брокера. Мошенники продолжают пополнить статистику преступлений и облегчать кошельки населения. За месяц до полета Юрия Гагарина. 62 года назад недалеко от села Старый Токмак с неба на землю опустился шар с собакой. Как собака Чернушка навсегда связала Зайнский район с историей космоса. 59-летняя жительница Альметьевска захотела попробовать себя в качестве инвестора. Нашла в интернете подходящую фирму, а то, что случилось дальше, вскоре станет материалами уголовного дела. Потерпевшая потеряла больше 2 миллионов рублей. Подробности в материале Тимура Туманова. Давно хотела в акции вложиться. Примерно так должен был выглядеть разговор начинающего инвестора и его финансового консультанта. В этом случае жертва сама нашла своего преступника. Женщина связалась с сотрудником инвестиционной компании по объявлению в сети. Трубку поднял мужчина, представился консультантом инвестиционной компании, оказывающим услуги по сопровождению брокерских операций. В ходе телефонного разговора специалист уговорил женщину вступить в долгосрочные инвестиции, создать площадку, вложить 10 тысяч рублей и попробовать поторговать ими. Потом махинатор расписал по шагам, как, где, что и куда нужно положить. Правоохранители в последнее время обеспокоены тем, что все больше людей сами идут в сети мошенников. Как правило, это те, кто хочет очень быстро и легко заработать. Нигде, Лехе, денег не бывает. Для начала женщине предложили скачать приложение криптокошелька. Потом в виртуальный бумажник нужно было положить деньги. Со слов потерпевшей, мужчина обещал круглосуточную поддержку, консультирование по всем операциям и убедил ее в том, что внесенные денежные средства в любом случае вернутся обратно и надежно защищены. И после выполнения этого короткого списка действий можно начинать зарабатывать на краткосрочных инвестициях. Всего-то и нужно покупать и продавать иностранную валюту на рынке. Консультант не забыл напомнить о золотом правиле любых инвестиций. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь. И вместо 10 тысяч разговор дошел до суммы в 2 миллиона 136 тысяч рублей. 59-летняя потерпевшая набрала ее в трех разных банках и перевела на счета злоумышленников. О том, что она стала жертвой обмана, начинающий инвестор поняла тогда, когда захотела вывести деньги. Консультант испарился и оставил женщину наедине с тремя кредитами. Тогда женщина обратилась в полицию. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. 12 апреля отмечается День авиации и космонавтики. Памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. Эта тема связана с Зайнском благодаря приземлению в космическом аппарате собаки-чернушки. Теперь фигура знаменитой дворняжки красуется в центре города. В центре города Зайнска установлен памятник собаке-чернушке 9 марта 1961 года. За месяц до первого полета в космос Юрия Гагарина собака-космонавт Чернушка, побывав на колоземной орбите, приземлилась возле деревни Старый Тахмак. А в 2011 году в честь этого события в парке был установлен памятник. Очень приятно, что именно в нашем районе произошло такое значимое событие, что космический аппарат, на борту которого находилась собака-чернушка, приземлился именно в нашем районе. Это большое событие для всей страны. Я горжусь этим, что собачка приземлилась туда. Постепенно на этом месте, где расположен памятник Чернушке, появился целый мемориальный комплекс. Здесь собраны все 9 планет Солнечной системы. А вот этот самый красивый голубой с зеленым шарик – это наш дом. В нашем районе и по сей день живы свидетели этого грандиозного события. Так что можно сказать, что приблизился к космосу на целый месяц раньше Заянск, чем весь мир узнал о полете Гагарина. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. А в Альмитевске в этот день состоялось торжественное открытие детско-юношеской организации «Движение первых». Ее участниками могут стать дети и подростки от 7 до 18 лет. 26 юных альмитевцев уже в движении. На открытие побывала наша съемочная группа. Мы хотим зарегистрировать наше первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых» в городе Альметьевск. Документы подписаны, а это значит, что молодая во всех смыслах организация начинает свою работу в Альметьевске. Торжественное открытие «Движение» решили приурочить к празднованию первого полета человека в космос. Рок от космодрома волновал детей, которые росли в середине прошлого века и гордо носили красный галстук на груди. Как альтернатива пионерии организовано «Движение первых». На смену красному галстуку пришли красные береты и футболки. Организация всероссийская в планах у создателей объединить детей со всей страны. Одной общей идеей патриотизма и умением достигать свои цели. Быть первыми всегда и во всем. Мы такая точка, где собираем детей, сплочаем, развиваем. То есть я как наставник. То есть это первичное отделение, начинаем с нашего центра. Первое отделение будет базироваться в интеллектуально-досуговом центре «Сфера». Сейчас движение насчитывает 26 участников. Аделина Талибулина узнала об организации незадолго до открытия и сразу решила действовать. Я узнала через своих друзей то, что такое движение у нас появляется. И сразу стала заинтересована, что такого движения нам, как бы и правда, не хватало. То есть я, не раздумывая, сразу подала заявку и стала участником движения. Не раздумывая, подал заявку Ирамир Рапанеев. Парень пришел в движение, чтобы завести новые знакомства и преодолеть природную скромность. Какие ожидания у тебя в движении? Стать активистом просто, чтобы показать себя, что я могу. Показать и проявить себя могут не только школьники, но и студенты. Главное условие – возраст от 7 до 18 лет. Отделение на базе центра «Сфера» начало свою работу за две недели до торжественного открытия. Чтобы стать участником, нужно подать заявку на официальном сайте проекта. Елена Бауэр, Эльнур Залятов, Новость Юго-Востока. В разгаре декады льготной подписки на газеты «Знамя труда» и «Эльмета Нары» на второе полугодие 2023 года. Она продлится до 20 апреля. А это значит, что оформить подписку можно по выгодной цене. Сделать это можно в почтовых отделениях, на сайте Почты России или через портал Госуслуг. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок – 4405-88. Авторы этих работ уже нет в живых, но его картины украшают галереи почти всех городов Татарстана, а также хранятся в частных коллекциях за границей. В Линогорском краеведческом музее открылась выставка памяти народного художника и деятеля искусств Республики Татарстан Олега Кульпина. Он ушел из жизни в прошлом году после тяжелой болезни в возрасте 75 лет. На выставке представлены не только работы мастера, но и его талантливых учеников. Увидела их и Марина Алтунина. Работы Олега Кульпина украшают галереи почти во всех городах республики, а также в частных коллекциях за границей. 34 года он проработал преподавателем живописи в Линогорском музыкально-художественном педагогическом училище. Талантливый педагог выпустил немало выдающихся учеников. Он внес достойный вклад в развитие. Если считать, что здесь в педагогическом колледже на сегодня, допустим, готовят специалистов, художников, все равно где-то не только остаются преподавателями, многие становятся художниками. Это очень важно. На открытии выставки приехали гости из набережных Челнов, Ознакая, Вальмитска, Бугульмы, Казани, Чистополя и Нижнекамска. Многие из них – его ученики, среди которых заслуженные педагоги, деятели искусств, члены Союза художников Татарстана, активно пишущие художники. Вдова художника подарила книгу про жизнь и творчество Олега Кульпина Снежане Семеновичевой. Девушка учится в Лениногорской художественной школе. Снежана нарисовала композицию с помощью своего педагога Эльмиры Галямовой. Работа заняла первое место на фестивале детско-юношеского творчества «Страна поющего соловья». И мы решили посетить мастерскую художника Олега Кульпина. Так я вдохновилась и решила нарисовать именно его на эту тему. Семья Олега Кульпина организовала в память о нем сразу две выставки. Вторая сейчас проходит в Альмитской картиной галереи. Здесь есть и графические работы, вот такие, как сказать, они какие-то сказочные. Посетить выставку может любой желающий абсолютно бесплатно. Работы мастера и его учеников будут находиться в музее до 10 мая. Марина Алтунина, Николай Орехов, Новости Юго-Востока. Партнер сегодняшнего выпуска – магазин инструментов «Амалия Инструмент». «Амалия Инструмент» – это команда профессионалов с 18-летним опытом торговли на рынке. Более 20 тысяч позиций гаражного и автосервисного оборудования в наличии. «Амалия Инструмент» объявляет грандиозные скидки до конца апреля на все инструменты и оборудование для шиномонтажа. Большой ассортимент и гарантии качества от ведущих производителей. Ждем вас по адресу Альметьевск, улица Базовая, 7А, ДРУТ-1. Альметьевск, улица Базовая, 7А, ДРУТ-1. Альметьевск, улица Базовая, 7А, ДРУТ-1. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт almitis.defuse.ru.ru. Новости в удобном формате найдете в нашем телеграм-канале, где вы можете поделиться вашими новостями, задать вопрос или оставить комментарии. ЮВТ-24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp. Всего хорошего и увидимся в эфире.